Эфир телеканала СКАД продолжает Сабарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Самарскую область доставили новую партию вакцины от гриппа. Это 320 тысяч доз. В ближайшее время ее планируют распределить медучреждения региона. Это вакцина Гриппол+. Она предназначена для профилактики сезонного гриппа детям от 6 месяцев, подросткам и взрослым без ограничения по возрасту. Напомню, в поликлиниках продолжается вакцинация населения от гриппа. В настоящее время прививки сделали почти 785 тысяч жителей региона. В Госдуме разработали законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам. Предновогоднюю пенсию предлагают выплачивать всем российским пенсионерам, как неработающим, так и работающим, а также тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. Предновогодние выплаты планируют сделать ежегодными, а сумма будет равна размеру, получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему выплаты. Самара практически готова к празднованию Нового года. Монтаж новогодних иллюминаций практически завершен. Работы выполнены на 80%. Особое внимание в этом году уделяют новым и благоустроенным общественным пространствам. На данный момент осталось завершить монтаж иллюминации в историческом центре Самары. В Самарской области выявили еще 626 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего новых пациентов в Самаре – 233 человека, 204 в Тольятти, 18 в Кенели-Черкасском районе. 599 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 27 выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 192 290 случаев заболевания коронавирусом. Большинство – это 141 345 человек – полностью выздоровели. За минувшие сутки из медучреждений региона выписано 719 пациентов. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 5993 наших земляка. Только за минувшие сутки скончались еще 32 человека в возрасте от 46 до 84 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. В Самаре в 2022 году планируют установить более тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает городская администрация. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне. Такую инициативу поддержали и в Самаре. В этом году для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Экология». Работы по возведению эстакада на пересечении советской армии и Новосадовой идут с опережением графика. На строительную площадку уже доставили первую балку длиной 24 метра. В общей сложности их будет 576 по 16 штук на один пролет. Строители приступили к подготовительным работам по монтажу. Начать установку планируют в ближайшие дни. Сейчас на объекте завершают бурение под фундаменты опор. Из 296 свай осталось обустроить еще 8, а сразу после стартует один из важнейших этапов – это монтаж железобетонных балок. Изначально по графику он должен был начаться только в мае будущего года, но с учетом опережающих темпов производства работ этот процесс начнут уже в этом году. Сейчас на объекте задействовано около 300 человек и порядка 50 единиц техники. На данный момент завершены работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения новой теплотрассы. Постоянные перебои с отоплением и лишние траты на электроэнергию. С такими проблемами столкнулись жители дома номер 120А по улице Зубчининское шоссе. По их словам, ни коммунальщики, ни управляющие компании никак не могут решить наболевший вопрос. Подробнее об этом расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». За окном все холоднее, но и в квартирах тепло особо не задерживается, рассказывают жители. Утром батареи могут быть теплыми, но под вечер снова остывают. Чтобы хоть как-то обогреть квартиру, людям приходится включать газ и пользоваться электроприборами, что не только затратно, но и крайне опасно. Расходы увеличились, но услуги в полном объеме жители по-прежнему получить не могут. Проблемы с отоплением в доме начались еще зимой прошлого года и с тех пор вопрос никак не могут решить. Жители надеются, что на них все же обратят внимание и, наконец, решат проблему кардинально. Сколько можно платить за воздух и жить одной лишь надеждой. Люди требуют, чтобы вопрос с отоплением решили в ближайшее время, чтобы зимние холода они смогли встретить в теплых квартирах. Задержание убийцы в Сызране, опасный рывок через двойную сплошную и многотонный грузовик, оказавшийся в кювете. Подробнее об этом расскажем во обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Сызранском районе. Авария произошла около 9 утра 15 декабря на автодороге Сызрань-Шагонный-Волжский утес. По данным ГИБДД, 32-летний водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Один человек пострадал в результате дорожной аварии в Самаре. ДТП произошло около 7 вечера 15 декабря на проспекте Кирова. По данным полиции, 28-летний водитель Киа решил повернуть налево через двойную сплошную. Выехав на встречную полосу, машина столкнулась с «Шевроле». В результате аварии травмы получил пассажир Киа. Его доставили в больницу. Как позже выяснилось, у предполагаемого виновника аварии нет водительских прав. В Сызране возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Подозреваемый 36-летний мужчина. По данным следствия, 14 декабря в ночное время после тушения пожара в заброшенном нежилом помещении в районе улицы Котельная в Сызране были обнаружены тела двоих мужчин без признаков жизни. При первичном осмотре тел потерпевших следователями были зафиксированы признаки насильственной смерти, а именно множественные повреждения в области головы. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель Сызранского района. Мужчина пояснил, что в ходе распития спиртных напитков между ним и погибшими возникла ссора, которая переросла в драку. В процессе конфликта подозреваемый схватил топор и нанёс оппонентам несколько ударов по голове, после чего скрылся. В Самаре подвели итоги областной общественной акции «Благородство». В этом году она проходит по девизам «Творим добро вместе». На конкурс поступило порядка 250 заявок из 27 районов области. В результате лауреатами акции стали 32 жители региона. Истории победителей в нашем материале. Александр Наумов скромно принимает поздравления. Лауреат акции «Благородство» рассказывает, в последний день лета вместе со служивцами им удалось спасти от огня сразу два дачных посёлка. Дым и языки пламени сотрудники Росгвардии заметили, выезжая из тренировки. Горела сухая трава. Пламя стремительно двигалось в сторону жилых домов. Трава стремительно горела. Никто не растерялся. Все действовали слаженно и уверенно. В составе подразделения находилось 15 человек на тот момент. В результате уверенных и слаженных действий всего личного состава «Благородство» удалось локализовать. В этом году на конкурс было подано порядка 250 заявок. Борьба со стихией, волонтерская работа, спасение жизни. Истории совершенно разные, но в то же время их объединяет одно – желание творить добро и помогать людям. Критерии героизма и каких-то других поступков, которые могут оцениваться государственными наградами, они достаточно чётко определены ведомственными документами. А понятия общечеловеческих ценностей, они несколько размыты, и люди понимают их по-разному. Но сколько бы человечество ни жило, понятия доброты, справедливости, храбрости, они всё равно будут. Поэтому, исходя из этого, жюри принимает соответствующее решение. Главная особенность акции «Благородство» в том, что её лауреатами становятся настоящие народные герои, чьи дела и поступки служат примером для других, и показывают, что в жизни всегда есть место подвигу. С каждым годом заявок всё больше и больше. Это говорит о том, что людей, которые совершают добрые поступки, рядом с нами очень много. И это первое. И второе, что соседи, друзья, сослуживцы это видят, рассказывают о них. В этом году средний возраст наших лауреатов где-то 33-34 года. То есть добрые поступки, как мы говорим, помолодели. Если в первые годы это в основном были возрастные люди, то сейчас уже молодёжь. Самое интересное, что у нас в этом году среди лауреатов есть целый колхоз. Да, это такое у нас впервые. И это приятно, потому что люди живущие там, действительно, люди с открытой, доброй душой. Областная общественная акция «Благородство» проходит с 1998 года. В этом году самому юному номинанту всего 8 лет, а самому возрастному – 99. Награждение лауреатов уже второй год из-за пандемии проходит по месту их жительства в районах и городах области. На этот раз поздравления принимают самарцы. На этом у нас всё. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok